В краевой столице зарегистрировано 16 станций технического осмотра. У пяти из них приостановлена лицензия, так как сделать своевременную проверку оборудования на полуострове невозможно. Раньше весь комплекс делал наш краевой предприятие Центр стандаризации метрологии. Но буквально с прошлого года уже совсем не может оказывать поверку световых приборов, которые должны проходить транспортно. Сегодня мы вынуждены отправлять это оборудование в Хабаровск. Оставшиеся предприниматели вообще задаются вопросом о продолжении деятельности, так как станция техосмотра для них стала убыточным бизнесом. Оборудование самое современное. Можно было диагностировать, если не память не изменяет, 300 показателям. Видео можно отправлять сразу на сервер федеральный. И абсолютно легально. Очень хорошее оборудование. Оно полностью простаивает. Если ввести в поисковике запрос купить техосмотр онлайн, выходит сотни предложений. Диагностическую карту предлагают сделать, не предоставляя на осмотр машину. В результате, получив документ, порой даже на неисправный транспорт, автовладельцы оформляют полис ОСАГО и спокойно передвигаются по дорогам. Как говорят специалисты, ставят тем самым под угрозу свою и чужие жизни. О проблемах техосмотра транспортных средств и последствиях, которым они приводят, обсудили на дальневосточной конференции в Петропавловске-Камчатском. Если человек, кто пострадал от тебя, а у тебя нелегальный документ, ты не получишь пособие. Ну, как бы, и ремонт не получишь. Значит, и второй человек сам платит за счет средств и деньги. Ну, как правило, или он платит, если у него есть доходы, если не платит, то держит зарплату. А если вообще нигде не работает, естественно, человек вообще ничего не получает, кто пострадал. Проблемы, связанные с незаконным оборотом диагностических карт, необходимо решать на законодательном уровне, считают собравшиеся. Фото-видео фиксация, процедура технического осмотра. Второе, это введение диагностической карты в виде электронного документа с обязательной, подсоцированной электронной подписью технического эксперта. Третье, административное наказание на тех, кто продает, на тех, кто покупает. И уголовная ответственность для тех, кто проводит технический осмотр, не имея предупреждения. Также бизнесмены уверены, что порядок можно наладить, если хотя бы раз в неделю на станции техосмотра будут выезжать сотрудники ГИБДД и контролировать процесс прохождения ТО. Лиза Малатыпов, Василий Конышев, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».